Девушки отдыхают Мы здесь, чтобы повторить один из великих экспериментов науки. Эксперимент Галилея, который он проделал, чтобы понять гравитацию. Он начал с простого заключения. Если у нас есть тяжелый шар, сделанный из металла, и легкий деревянный шарик, и мы их бросаем, они приземляются в один и тот же момент. К сожалению, мы видим это слишком быстро. И Галилей хотел измерить и показать, что это действительно так. Так что ему надо было как-то замедлить движение. Так что он пришел к замечательной идее использовать наклонную плоскость. Он использовал очень хороший метроном, то есть это маятник наоборот. И он отсчитывал, сколько ударов метронома приходится на каждый отрезок пути шарика. И он нашел очень точное математическое выражение, что в первый отрезок времени шар проходит одно расстояние на наклонной доске, а за следующий отрезок времени он проходит в трое большее расстояние. Следующий отрезок в пятеро большее, далее в семь и так далее. Мы сейчас повторим часть этого эксперимента. Мои помощники, Мари и Тьери, будут использовать их телефоны с достаточно хорошими секундомерами. Мы запустим шарик по доске и измерим, за какое время он доедет до первой отметки, а потом до четвертой. Мы ожидаем, что если до первой отметки он проедет за какое-то время, то в четвертой ему опять потребуется столько же времени. Готовы? Три, два, один. Хорошо, что вы измерили? Хорошо, вы не жульните эти, нет? Отлично. Так, только надо шарик найти. Теперь повторим еще раз, потому что всякий научный эксперимент стоит повторить несколько раз, чтобы быть уверенным в ответе и проверить, не допустили ли мы ошибок. Так. Три, два, один, старт. Так, один, двадцать четыре. Хорошо, теперь можно найти отношения и просто просуммировать ответы и поделить. 1.24, 1.83 и 1.01. Так, 4.18 это сумма. Неплохо. Из измерений Галилея, у него была очень хорошая доска, и он старался очень качественно измерить время, отношение должно быть двум равно. Так что с нашим упрощенным оборудованием мы получили неплохой результат. Это лишь одна из интереснейших вещей, которыми интересовался Галилео. Он открыл это достаточно рано и потом продолжил исследования в других областях. Потом он пережил преследование церкви. Было судебное разбирательство, на которое принесли все его опубликованные работы, но среди них не было его ранних исследований. Тогда, уже будучи под домашним арестом, он опубликовал материалы своих ранних работ, чтобы показать, что он действительно понимает гравитацию и что Земля действительно движется вокруг Солнца. Так что он повторил свои эксперименты и записал их, чем заложил основы физики для Ньютона и Эйнштейна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова